Друзья, с нами сегодня в программе «Практика торговли» наш большой друг Андрей Виксик-Воут. Никто не знает его фамилии, только я знаю. И никто его раньше не видел в прямом эфире ТВ. У Андрея несколько проектов. Сейчас, как вы видите, он находится не в Москве. Но, собственно, для этого мы его пригласили рассказать, как у него идет жизнь, чем занимается, и как мы можем посотрудничать в целом в бизнесе, как он торгует, какая система торговли. Приветствую вас, Андрей. Добрый день, Игорь. На данный момент, на полгода до весны, отсюда работаем, отсюда ведем проекты. Тут в Зиатском регионе есть несколько дел, которые мы будем ближе к этому делать. Посмотрим, что из этого выйдет. Но это, кстати, проекты, не связанные с трейдингом. Я на них пока ставки большой не ставлю, но это так для диверсификации. Вот. Основное занятие – это трейдинг. То есть торгую российский рынок, американский рынок. Из российского рынка в основном фьючерс на доллар-рубль, опционы на доллар-рубль. Из остальных активов – это пшеница, кукуруза, ну, соответственно, на Америке. Брокеров используем, ну, уже проверенные. На мой взгляд, по крайней мере, он мне нравится. Это Альфа-Директ на американском интерактиве. Еще одного брокера используем, ну, для CFD. Альфа-Директ на американском интерактиве. Это брокер Аммаркет, бывший опцион. Ну, вот. Кстати, о всех трех брокерах я ничего плохого не могу сказать. Мы выводим все в порядке, как бы, с совершением сделок тоже. Да. Мы знаем всех троих, поэтому вполне-вполне верим. Вот. Эфир идет из Таиланда, да, трейдер Вася, отвечая на ваш вопрос. Трейдер Вася, у нас очень активный пользователь, очень влиятельный человек, поэтому он, так сказать, любит узнавать, кто где, кто сколько зарабатывает и так далее. Я раньше думал, он из налоговой. Нет, нет, это такой же трейдер, как мы. Андрей, какая система торговли? Как торгуете на рынке? На самом деле, торгую довольно-таки давно, и в торговле использую исключительно межрыночные связи. Ну, с собственными разработками. Это что такое, так если общих чертах, что значит межрыночные связи? Я вот даже пытаюсь понять, не очень пока. Корреляция между активами. То есть, то, как рынки взаимодействуют через доллар в основном. Вот если одну назвать, вашу любимую корреляцию, которая приносит вам больше всего денег. Ну, это корреляция всех остальных рынков с фьючерсами на Америку. Ну, на мой взгляд, это самая важная корреляция. И многие скажут, что этой корреляции нету, но мы торгуем эту корреляцию внутри дня. То есть, тут накладывать графики друг на друга нет смысла. Корреляция, в ней есть коэффициент корреляции внутри дня. Ну, я потом, может быть, расскажу, если это будет интересно. Вот. А по поводу позиций, по поводу рынка, ну, я сейчас занял такую позицию, что мы покупаем фьючерс на доллар-рубль, плюс немножко затарились опционами уже октябрьскими. Ну, в дальних страйках многие не любят так делать. У нас, наоборот, это получается неплохо. На данный момент грузимся в 80-м страйкам и в 83-м. Ну, каллы, соответственно, покупаем. То есть, такая линейная торговля. Фьючерс на РТС в основном торгую, потому что, на мой взгляд, движение в доллар-рубль сейчас поинтереснее. Хотя, ну, движение, соответственно, как бы похоже, что в РТС, что в доллар-рубле, просто они обратные. Вот. Так последние пару лет, кстати, очень неплохо получается торговать пшеницей и кукурузой. То есть, ну, все на тех же корреляциях. Торгуем в основном внутри дня, но, тем не менее, бывают позиции на несколько дней. Сейчас вот занимаем позиции до решения поставки в РТС. Мое личное мнение, что доллар вне зависимости повысит, ставку не повысит, в любом случае будет укрепляться. Соответственно, если повысит, то значительно сильнее будет укрепляться. Если не повысит, то более плавно. То есть, снижение доллара какого-то фронтального я не вижу пока. Я... В отношении к стальным реализам. Понял. А, и еще один актив, кстати, которым, ну, мне, по крайней мере, нравится торговать последние полгода, это ВИКС, то есть, это индекс платильности, из-за 500. Там потрясающее движение последний месяц происходит. Сейчас мы его тоже покупаем потихоньку на тех уровнях, которые сейчас есть. То есть, это последние два дня. Рабочих. Ясно. В общем-то, все. По торговле, все. Понял вас, Андрей. Спасибо большое. У меня два каверзных вопроса. У нас мы любим задавать каверзные вопросы. Во-первых, мы не верим, что вы в Таиланде, потому что мы не видим тайских девушек. Ну, я вам покажу в следующем включении. То есть, на самом деле, если кому-то будет интересно видео по острову какие-то, то есть, ну, с причиной еще что-то можно снять, то есть, включение можно делать откуда угодно, потому что даже с вами сейчас разговариваю с помощью вот этой палки, на которой крепится телефон. То есть, можно ездить, снимать и прям включаться, хоть с мопедом. Да, да. Андрей, именно так я и предлагаю. С пляжа завтра сделаем отключение. Сегодня погода не очень. Отлично. Как у вас в Москве. Да, да. Это отличная идея. Мы готовы всегда, когда вы готовы войти в эфир, дайте знак мне в скайпе, и мы для вас всегда найдем время для такой мобильной трансляции. Ну, шикарно. Тем более, качество действительно прекрасное. Это у вас... На самом деле, сейчас снимаем на переднюю камеру, можно снимать на обратную камеру, там, конечно, все будет лучше. Да, да, да. Ну, попробуем завтра. Да, да, хорошо, хорошо. Мы с удовольствием, так сказать, это с вами сделаем, потому что, во-первых, Таиланд, это интересно, они все были. Во-вторых, там погода хорошая. Просто даже посмотреть на хорошую погоду, уже настроение меняется. Понял? Сейчас, на самом деле, тут не сезонный. То есть, сейчас еще идут дожди, то есть, совсем хорошая погода-то она будет там через месяц, через полтора начнется. Но, тем не менее, сейчас бывает солнышко. То есть, в любом случае, тепло, море тепло. Ну, понял. В этом плане все хорошо. Единственное, что из-за разницы курса, конечно же, тут стала дорога. То есть, если два года назад тут было, ну, соотношение примерно там один к одному, то есть, рубль к бату. То есть, сейчас оно, ну, где-то 1,8. То есть, ну, по сути, в два раза дороже все стало. Ну, я понял вас, ясненько. Бат, я все время, когда слышу бат, я все время думаю, как называется электронный бат, как они пишут это, интересно по-русски, наверное, читается. Кстати, значок чем-то похож на этот, на биткоин. Угу, я понял. Андрей? А, кстати, по поводу бата, сейчас, минутку. У меня, на самом деле, есть идея, ну, тоже торговая. Я даже узнавал, как можно торговать тут батом, потому что, на мой взгляд, бат может довольно-таки сильно ослабиться к доллару. Вот, на этом тоже, кстати, можно попробовать заработать. Если посмотреть даже графики, кстати, американского доллара к тайскому бату, то видно, что он начал выходить из довольно-таки длительного, многолетнего там канала наверх. Ну, соответственно, доллар укрепляется к бату. Я понял. Ну, надо узнать только, где его торговать. Ну, брокеров-то есть, наверное, у международных вклад. Доллар-бат. Да, какой-нибудь CFD, CFD можно использовать просто. Я понял вас. Нет, отличная идея. Давайте, давайте подумаем. Вот. И второй вопрос у меня такой. Я вот размещаю ссылочку на ваш сайт. Вы знаете его, да? VixiQuotes.ru. Вот. Ну, на самом деле, я же вам говорил, этот сайт, да, мы его создавали. На данный момент мы имеем там просто небольшую долю. То есть мы сам проект продали. Вот. Его развивает другая большая компания. Но мы помогаем в некоторых вопросах. Вот я, собственно, Андрей... Сейчас основное занятие – это трейдинг. Я понял. Вот у меня вопрос все-таки относительно вот этого сайта. Каким видится его дальнейшее развитие, если вы участвуете, скажем, в развитии? Ну, я надеюсь, что все-таки они придут к более распространенным торговым терминалам, потому что сейчас там был создан, ну, совсем такой простой терминал, грубо говоря, для людей, которые только приходят на рынок, там, ну, и такой, в принципе, неплохой выбор активов торгуемых. И там довольно-таки интуитивно. То есть там принципиальная разница между стандартными терминалами заключается в том, что там можно забрежать позицию как бы на сумму. То есть у вас, например, есть там 10 тысяч рублей. Вы можете открыть позицию там на тысячу. Вот. При этом система не является, ну, скажем так, куконной, да? По одной простой причине, потому что все позиции эти склеиваются, добавляется капитал самой компании и общая позиция вводится на рынок. Я понял. Ну, и, соответственно, там закладывается спред, да, спред там чуть повыше, там, чем везде. Ну, как бы на этом они зарабатывают. Я понял. А вот я смотрю, тут нет названия нового собственника. Они как бы не позиционируют себя с этим ресурсом пока? Или как? Или вообще стараются? Ну, скоро будет. Вы имеете в виду юридическую информацию? Да, да, да. Вот я читаю, я не вижу, кто пока... Но, не, ну, она высылается по желанию, но пока они почему-то не размещают. Кстати, раньше было то, что раньше сам проект базировался на Серебряческой набережной в Москве. Ну, там, скажем так, такой, ну, IT-комплект был. Вот. Та компания, которая сейчас руководит, они в другом не знают. Я понял. Так, озвучивать нельзя, нам просто, мне просто интересно по-человечески, кто это. Или пока нельзя вам озвучивать. Чего озвучивать? Название компании? Название компании, да. Да и всем интересно. Там просто перерегистрация идет, то есть там, на самом деле, нечего скрывать, там сама компания регистрируется, соответственно, ну, не в России, потому что для них это удобно с точки зрения управления. Нет, нет, я понял, а название есть у этой компании? Можно его озвучить или нет? Мне просто интересно, кто сейчас владеет проектом, если это официально. Нет, нет, вы имеете в виду основной владелец? Ну, нет, они хотели, чтобы не озвучивали, а компания, которая будет юридическая, ну, она будет стандартно называться так же проектом. Ну, вексику, вот, я понял, я понял, ясно. Хорошо, ясненько. Андрей, как видишь дальше свою жизнь? Как вообще вот бизнес в Азии, тот, который, так сказать, вы сейчас развиваете, есть, как вы сами видите, перспективы там большие в Азии, как все пишут, или немножко все-таки легенд насчет крупного развития, стремительного развития бизнеса? Я думаю, что сейчас уже тут особо перспектив нету, потому что, по сути, начинается кризис, вот, и мы сюда приехали не столько открывать, там, грубо говоря, какой-то филиал, да, сколько за высокотехнологичными товарами. То есть мы хотим посетить выставки по робототехнике, по выставке по виртуальной реальности, то есть, ну, все же с этим связано. А уже исходя из этого будем формировать какую-то бизнес-модель. То есть бизнес-модели нет еще никакой. Я понял. То есть вы будете думать, ну, по сути, вы делаете ровно то же, что мы делаем, сидим, вот, видим какое-то из видео, так сказать, конференции, из вебинаров, какие-то новые моменты, пытаемся их ставить и TradeTV. Вы точно так же попытаетесь найти какую-то технологическую инновацию и сделать на ее основе бизнес. Я так понимаю, основную идею вашей работы сейчас? Обычные, да, торговые бизнесы. Нет, вы не планируете создавать бизнес на основе этих технологий? Вы хотите просто перепродавать эти технологии? Просто перепродавать, да. Ну, и не только в России, кстати. А, не только. Ну, понятно. Понятно. Это сейчас вообще работает? Мне кажется, я, как бы, человек откровенный, говорю, это не может получиться так, что вы один раз продадите на комиссии, а потом уже помимо вас начнут вас обходить. Нет, а мы говорим же про товары, которые еще не представлены на рынке, то есть это роботизированные помощники, да, какие-то новые разработки. Поэтому мы приехали посмотреть, что вообще представлено, потому что просто даже, ну, в интернете, грубо говоря, либо специализированных изданий, изданий все равно информации очень мало. А сейчас, кто сейчас вот такой лидер, такой, таких технологий вот в мире вообще? Это, ну, это не Таиланд, я думаю, это все-таки, наверное, Китай и Япония. Ну, это все-таки, наверное, Китай. Да, я с удовольствием почитаю. Сделать из Utrade TV, чтобы, так сказать, при нажатии кнопки появилась голограмма спикера у всех впереди, как бы, ну, это было бы шикарно, это хорошая идея. Вот над чем мы с вами поработаем. Хорошо. Да. Ясненько. Хорошо, Андрей, спасибо вам огромное. Удачи на рынке и всегда рады видеть вас и слышать. До свидания.